Привет, милые зрители! В эфире Первого городского информационный канал «Город» в студии Роман Корнеев и прямо сейчас в выпуске новостей. Стало известно, почему глава администрации уходит с должности и причина так себе. В Киров приехали звезды театра и кино, чтобы бесплатно выступить у дома Витберга. В городе будет еще больше шумовых полос. Московский журналист недоволен Кировом, а звонаря на Спасском соборе заменил искусственный интеллект. Это субъективный взгляд на события этого дня по моей версии. Как всегда, коротко и заняться. Поехали! Ну, начнем мы с отставки Дмитрия Осипова. Глава администрации Дмитрия Осипова отправили в отставку из-за нарушения антикоррупционного закона. Об этом на совещании сказал в Рио губернатора. Оказывается, Осипов устроил на работу своего близкого родственника. Говорят, что вакантное место главы администрации теперь может занять Вячеслав Симаков, начальник теруправления по Первомайскому району. И отставку и назначение депутаты обсудят во вторник. Городские парки благоустроят к юбилею города. Любимые места отдыха Кировчан посетили в Рио губернатора и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзулин. В ходе прогулки по паркам власти пришли к выводу, что местам отдыха требуется ремонт. Парк Минникирово, Александровский сад и набережная Грина преобразятся к 2024 году. Именно эти городские зоны выбрали кировчане в проекте формирования комфортной городской среды. В местах отдыха появятся камеры и освещение. В Александровском саду сделают пешеходные дорожки, установят скамейки, урны и ограждения. Парк станет еще зеленее, ведь в планах высадить новые деревья. Тотальное обновление ждет и парк Минникирово. Там отремонтируют пирсы, пешеходные дорожки. Проекты предложены для реализации. Я думаю, что мы их будем искать возможность поддержать. И соответствующие поручения будем отработать вместе с Александром Валентиновичем. Поэтому задач очень много. Мы посмотрели объемы водожилья, которые осуществляются на территории. То есть планы, которые формируются, они совершенно реальны к исполнению. И поэтому будут поддержаны Минстроем России. Строительные отрасли тоже окажут поддержку. На совещании в Рио губернатора и министр строительства и ЖКХ России обсудили жилищные вопросы. Было принято решение до конца 2023 года решить все вопросы с обманутыми дольщиками. Сейчас в области 25 проблемных домов. Вопросы касаемо некоторых уже начали решать. Например, долгострой на Арджиникице 2Б будет достроен. Дольщики получат не выплаты, а квартиры. По поручению Вио губернатора в области разрабатывают программу развития строительной сферы. Ее проект представили Иреку Файзулину. Уже идет работа, сейчас будут объявлены конкурсы по реконструкции части парка, где находятся пруды. В следующем году эту работу продолжим и завершим. Парк будет долгоустроен. По остальным сейчас ищем варианты, как правильно взаимодействовать, как правильно привлечь деньги инвесторов, спонсоров, федеральные, областные. Я надеюсь, что и по этим объектам тоже к 2024 году мы порадуем кировчан. По итогам визита министра, многие вопросы были достигнуты. Понимание темпа и прогнозы развития строительной сферы в области благоприятные. Еще больше шумовых полос на кировских дорогах. Свежие рельефные линии появились у перекрестка улиц Чистопрудненской и Попова. Это один из самых больших участков, где в этом году нанесли специальную разметку. Ближайшей ночью подрядчики начнут работу у пересечения Октябрьского проспекта и Красноармейской. До сентября линии появятся на улице Лепсе, Дзержинского, пересечении улиц Профсоюзной и Свободы и на площади Лепсе. Шумовые полосы обойдутся бюджету в 5,2 миллиона рублей. 9 тысяч километров на машине. Известный телеведущий и путешественник Андрей Леонтьев приехал в Киров. На встрече с журналистами он поделился опытом самого дальнего путешествия. На машине Андрей проехал из Москвы во Владивосток. За неделю по дорогам страны он проехал более 9 тысяч километров. И ничто так не удивило автомобилиста, как кировские дороги. Я даже ругался на кировские дороги, ругался на дороге Забайкалья. На кировские дороги ругаюсь до сих пор, потому что движухи никакой нет. И, наверное, Кировская область сейчас аутсайдер в области дорог. Цель таких дальних путешествий на машине стать примером для людей. Доказать, что ездить на дальние расстояния можно и на обычном автомобиле. Ну а на прощание журналист сказал, что все же надеется, что кировскую транспортную систему ждет светлое будущее. Видеть светлое будущее легко, когда у тебя хорошее зрение. Автомологическая клиника Смотри приглашает на диагностику и коррекцию зрения. Команда квалифицированных врачей поможет исправить ваше зрение и видеть окружающий мир на 100% всего за один день и по доступным ценам. Клиника Смотри оснащена современным и высокоточным оборудованием для комплексной диагностики глаз и хирургического лечения. Коррекция зрения это безопасно, быстро и доступно вместе с клиникой Смотри. Кстати, посмотреть в Кирове есть на что. Ну, например, на звезд театра и кино. Российские звезды прошлись по кировской красной дорожке. В драмтеатре прошел первый открытый театральный фестиваль на Синих холмах. В списке приглашенных Максим Аверин, Мария Порошева, Наталья Варлей и Набиев. Но на мероприятие приехали не все. Кировщане встречали актеров восторженными криками. Заслуженный артист России Максим Аверин. Я очень благодарен Максу за верность, за то, что он нашел время в своем блогном терапике, потому что работает в нескольких театрах, в параллении снимается. Чтобы посмотреть на открытие фестиваля, зрители собрались за три часа до начала. Некоторые годами мечтали увидеть любимую звезду. Ждем Сергея Шакурова, Максима Аверина, конечно, звезда такая современная. И Лика Рула, она наша землячка, поэтому тоже с ней можно сфотографировать. Да, да, да. Шикарный голос, все поклонники, конечно. Максим Аверина, только его. Ну, с глухаря еще началось и так далее. Я вот Аверина увидеть. Да, я тоже. На потею посмотреть. Всех артистов ждем с нетерпением. Наталью Варлей все-таки больше всего. Кавказская пленница. Любовь с детства. Ну, а на сцене театра прошел концерт в честь открытия фестиваля. Актеры выступили на нем с песнями и стихами. В течение недели звезды будут выступать на сцене Кировского театра со своими спектаклями. И одно выступление уже состоялось. Артисты театрального фестиваля бесплатно выступили перед кировчанами. Концерт состоялся у дома Витберга. Звезды прочитали известные стихи и исполнили свои лучшие песни. Жители города подпевали. Не обошлось выступление и без танцев. Все я встала в тебе. Спокрепнула я столько с судьбой. Ради этой встречи с победой. Морзло где-то шло за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Попробуй. Посмотреть на концерт российских знаменитостей собрались десятки кировчан. Многие остались до конца выступления, чтобы взять автограф и сфотографироваться с артистами. И напоследок еще немножечко музыки. В Спасском соборе установили электронного звонаря. Это автоматическая система управления колоколами. Пульт соединен с тросами. С помощью кнопки колокола начинают звонить. Сейчас в соборе электронный звонарь звонит по таймеру ровно в 12.00. По качеству исполнения мелодий автоматика не уступает людям. Пользоваться электроникой будут не всегда. В соборе говорят, что звонари будут работать по-прежнему. Возможность живой игры на колоколах не пропала. И на этом сегодня все. В студии был Роман Корнеев. Я напоминаю, какой город, такие новости. Пусть и город новости будут вов. Пока-пока.